Магазин Глория Вот сегодня мы поговорим о томатах. Разнообразию томатов мы удивляемся, потому что томаты бывают высокорослые, среднерослые, низкорослые. Также они бывают красные, желтые, оранжевые и даже, будем говорить, тигровые. Особенно наши клиенты любят розовые томаты, потому что они всегда сахаристые, очень вкусные. Томаты бывают ранние, это 60-70 дней, потом идут среднеранние, это 80-90 дней и поздние. Но поздние томаты мы в нашей зоне не садим, потому что уже это август-сентябрь месяц, распространяется фитофтора, и мы стараемся каждый взять ранний томат, чтобы получить раньше продукцию. И также законсервировать их или покушать. Все-таки на рынке томаты дороговаты, особенно в том году были. И мы хотим, чтобы получить раньше продукцию в июне месяце. Это мы берем ранние сорта. Это Санька, всем известный, молдавская селекция, прекрасный томат. Джина, очень хорошая голландская селекция. Фирма Сименес. Этот томат достоин внимания, потому что очень однородная масса, хорошие, красивые, круглые плоды и очень хорошее вкусовое качество. Каждый из вас хотел бы иметь джину. Кто уже пробовал, наверное, остались довольны. Но сегодня у нас к нам пришли покупатели, и мы их спросим, что же они у нас покупали и чем они оставились довольны в том году. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы давно приходите к нам в магазин? Нравится вам наш магазин? Да, магазин очень хороший. Как только он открылся, мы начали посещать ваш магазин. В том году он открылся, и вы, наверное, сразу приобрели семена, да? Да, покупали, картошку, белозерку покупали, в сеточках килограммовую, да? Вы довольны остались? Да, хороший. А какие еще семена вы брали? Брала я капусту раннюю, очень хорошая капуста. Резистор, наверное, голландская? Резистор брала, брала колобок, помню, очень хорошая капуста была. Брала позднюю капусту. А томаты брали? И томаты брала. Вы довольны остались? Морковку брала, шантане брала, хорошая очень морковка, красавка, лежит хорошо, лёжкость хорошая. Скажите, в том году был очень тяжелый сезон, прогрессировала фитофтора, томаты у многих погибали. Вы спасали свои томаты? Да. Получили урожай? Да, да. А консультацию где вы брали, вот чтобы спасти свои томаты? Ну, консультации в магазине мне, всё рассказывали продавцы. Всё рассказывали. И вы приходили, получали полную консультацию и применяли всё то, что вам говорили, да? Да, при покупке интересовались, а нам всё продавцы рассказывали, что как, чем обрабатывать, как ухаживать. Вы остались довольны в том году? Ну, остались, да, и опять вот приехали в этом году. Скоро спасенная. Откуда вы сами? Мы с Меусинска. С Меусинска. Ну, Меусинске все выращивают, и площадя хорошие у вас. Да. Ну, что, я вам пожелаю всего самого лучшего. Приходите всегда к нам, мы рады вам помочь и получайте хороший урожай. Хорошо, спасибо большое. Наши покупатели немножко ошиблись, сказали, картофель белозёрка. Это перец белороса, это прекрасный картофель, сейчас мы уже завезли картофель. Кто желает, пожалуйста, приходите к нам, приобретайте. Но мы продолжим о томатах. Томаты, я говорила, есть высокорослые, а их высевают в конце февраля или в начале марта. Высокорослых томатов изобилие. И вы всегда, когда к нам приходите, пожалуйста, помогайте нам. Какой же вы хотите высокорослый, крупный томат или сливку, и мы вам обязательно это дадим. Не обязательно, даже если вы название не знаете, мы вам подберём обязательно то, что вы хотите. Сейчас все загорелись, весь красный луч, после передачи томатное дерево или помидорное дерево, все загорелись выращивать это помидорное дерево. Семена у нас есть. Можно купить семена президента или биф-биф. И вы получите точно такое же прекрасное томатное дерево. И получите прекрасный урожай. Президент и биф-биф – это гибриды. И большинство мы работаем сейчас гибридами. Это всегда стабильный урожай. Меньше болеет фитофторой. Он более устойчивый. Стрессовые погодные условия наши растения ощущают каждый год. Потому что перепады температур. Ночные – холодно. Днём – жарко. И поэтому происходит заболевание. Растения ослабевают. И у них нет того иммунитета. И они обессиленные. Им надо обязательно помочь. Поэтому сорта – это очень хорошо. Но гибриды в наших условиях всегда лучше. Они себя зарекомендовали большим урожаем. Очень хорошими вкусовыми качествами. Сейчас мы уже высеваем в комнатных условиях томат. Поэтому постарайтесь именно в комнате посадить гибриды. И вы получите раньше урожай. Технология выращивания гибрида обычная. Вы высеваете, как обычный томат. Но только температура при всходах, это надо учесть, должна быть 25 градусов, не ниже. Если будет ниже температура, гибрид не взойдёт. Если вы будете поддерживать и днём, и ночью температуру 25-26, у вас прекрасные будут сходы. А потом, как обычно, уход за любым сортом томата. Зато вы урожай получите намного выше, чем от сорта. Я не буду говорить, что сорта не урожайные. Они тоже урожайные. Но не каждый год мы можем получить то, что мы ожидаем от сорта. А от гибрида всегда гарантировано. Поэтому, кто ещё не пробовал высевать гибриды, попробуйте в этом году. И вы в этом убедитесь. Кто из наших телезрителей любит томаты высокорослые, я сейчас вам представлю. Я уже не говорила. Это томат Биф-Биф. Очень крупный. 300-350 грамм. Урожайность? Отличная. Но с куста мы собираем где-то 15 килограмм. Если вы выращиваете томатное дерево с этой семечки, то получается 130 штук с куста. Вес 300-350 грамм. А у наших постоянных клиентов, кто уже умеет это делать и правильные подкормочки делает этим томатом, то получает до 500 грамм. Один томат. В кисти их 5-6 штук. Вот и посчитайте, сколько с куста вы получите томатов. Это гарантированный урожай. Но, конечно, не забывайте, что вы получите такой урожай, нужны обязательно подкормки. Подкормки надо перегной применять, микроэлементы, томикомы. Приходите к нам, и мы вам всегда подскажем. Сейчас вы видите президент. Это томат крупноплодный, индетерминантный. Это высокорослый. Урожайность 15 килограмм. При правильном уходе с куста. Очень крупные и вкусные. Пинк Леди. Это очень хороший томат. Обязательно попробуйте. Вкусовое качество отличное. С этой фирмы вкуснее томата нет. И если кто любит хорошее вкусовое качество, обязательно попробуйте этот томат. Томат Гектор. Это низкорослый. Многие могут подвязывать томаты и делать шпалеры. Многие любят крупные томаты, но низкорослые. Вот как раз это Гектор и Багира. Это томаты тоже крупные, очень вкусные. Я предпочитаю эти томаты сейчас. Вот в том году мы высаживали, очень были довольны. И в этом году я обязательно тоже себе посажу Багиру и Гектор. Очень хороший урожай. Особенно, когда люди заняты, они не могут посадить высокорослые, потому что высокорослые надо посинковать. За ними особый уход нужен. То Гектор подойдет обязательно для тех, кто занят. И, конечно, я не могу не уделить внимания это низкорослым и суперранним томатам. Это у нас Топ Капи и Ольга. Мы работаем уже с ними на рынке 3 года. И все покупатели очень довольны этими томатами. Томаты не очень крупные. Они где-то 180-200 грамм. Но вы уже в июне месяце, когда на рынке томаты имеют высокую цену, вы имеете уже свои. И уже кушаете. И ваша семья обеспечена ранними томатами. Ранний томат, он всегда ценен. Потому что и денег не хватает, и хочется иметь свою продукцию. И очень хороший томат. Он, конечно, средне-поздний. Это Джокер. Кто любит урожай, а не листья иметь красивые, а именно томаты, я еще ничего подобного никогда не видела. Выезжала в том году на демонстрационное поле. Нас приглашала фирма. Что я увидела? Когда мы подошли, мы увидели одни томаты. Вот вы знаете, вот лежат вот такие помидоры громадные, да? Где-то 200-250 грамм. И ветку поднять нельзя. Урожай где-то, ну, 25 килограмм с куста. Мы сами были все удивлены. Поэтому попробуйте тоже этот томат. И вы останетесь довольны. Пришли еще покупатели в магазин. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Сергей. Я из Меусинска. Я у вас собираюсь приобрести картошку раннюю, посевную. В общем, мне ваш магазин очень нравится. А вы до этого вообще у нас покупали? Вы давно? Нет, недавно. Ну, характеризовали вас с хорошей стороны, да. И здесь. Пожилые люди, которые здесь же торгуют на рынке. Какой урожай они получили? Брали славянку, картофель, урожай 1 к 15. Отлично. Ну, Меусинск всегда славился своими урожаями. И людьми, которые живут в Меусинске. И всегда хороший урожай получает. Поэтому весь Меусинск, наверное, будет у нас в магазине. Ну, да, конечно. Не потупаешь, не полупаешь. Удачи вам. Хороших урожаев. Кто из вас решил, высеять семена сейчас, вот как нет, с февраля или начало марта, о тех сортах, о которых я говорила, вы будете высевать дома. И выращивать это на окошке. Потому что сейчас погода стоит холодная, и парнички еще рано. А кто будет выращивать сорта и будут делать парнички, мы обязательно эту передачу снимем. И покажет, как быстро сделать парничок, и как правильно высеять семена. Поэтому смотрите нас. Мы рады вам всегда помочь, чтобы у вас были хорошие урожаи. Приходите к нам в магазин «Глория». Мы будем ждать вас. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова